Итак, добрый вечер. Всё, звук проверили. Уже понятно, что звук есть. Отлично. Так, трансляция пошла. Замечательно. Добрый вечер, дорогие мои друзья, дорогие единомышленники, партнёры, новые люди. Сейчас поставим запись. Здравствуйте, все, кто неравнодушен к проекту, все, кому интересна эта тема. Я знаю, что многие будут просматривать потом ещё на Ютубе, в записи. Поэтому ещё раз всем желаю хорошего вечера. Рада, что вы со мной. И мы начинаем. Сегодня мы, можно сказать, продолжаем нашу тему, которая называется дубликация. То есть это простые шаги, которые мы делаем в свой бизнес, для того, чтобы он был успешный. Эти шаги кто-то может делать с лёгкостью, потому что что-то где-то от души, от сердца идёт. Кто-то долго этому учится. Но, тем не менее, есть какой-то определённый такой костяк задач, которые мы должны уметь решать. Шаги, которые мы должны предпринимать для того, чтобы эти все наши действия были последовательны, чтобы мы не делали ничего лишнего, ничего того, что может испортить нам наш бизнес, наши шаги. И поэтому мы проговариваем их, и всему этому можно научиться. Меня зовут Любовь Фёдорова. Я региональный куратор Латвии. И вот по дубликации немножечко делюсь своим собственным опытом. Итак, у нас есть семь задач. Семь задач, которые мы учимся решать для того, чтобы эти шаги были удачны. И наши, и чтобы мы могли помочь своим партнёрам, которых мы пригласили в этот бизнес. То есть мы уже рассмотрели постановку целей. Мы рассмотрели, каким образом мы создаём книгу контактов и как мы с ними работаем. Мы говорили о планировании времени, как правильно составлять план дня, недели, месяца, вообще, как нам планировать всю свою деятельность и профессиональную, и домашние все дела для того, чтобы не терять время, для того, чтобы всё у нас происходило продуктивно, чтобы мы время тратили с хорошим результатом. И сегодня мы поговорим о телефонных звонках. В телефонных звонках, оказывается, тоже есть свой определённый этикет, свои определённые правила, как необходимо совершать звонок для того, чтобы на том конце провода нас слушали, с нами захотели беседовать и хотели, может быть, даже откликнуться на наше предложение. Мы всегда должны подумать, для чего мы звоним и кому мы звоним. Мы можем звонить знакомым, можем звонить незнакомым людям, можем звонить друзьям, тем, кто знает, чем мы занимаемся, и кто совершенно не знает, чем мы занимаемся. И в таком случае мы в обязательном порядке планируем каждый звонок. Мы его продумываем, мы его проговариваем, и мы заранее ставим цель. Какова цель нашего звонка, допустим, данному человеку? И когда мы будем понимать, какова цель, вот тогда мы сможем выстроить наш разговор, наш диалог, сделать этот звонок достаточно правильно. Итак, мы сегодня поговорим о четырёх шагах дублицирования системы. Ещё раз вспомним, что именно мы дублируем о телефонном этикете. Обязательно поговорим о навыках коммуникации, потому что телефонный этикет – это достаточно можно чётко и коротко описать все правила, как мы должны звонить, что такое этикет, как мы это делаем. А вот содержимое наших звонков, оно тоже должно быть не менее качественным. Поэтому некоторые принципы коммуникации мы сегодня затронем. То есть это выстраивание взаимоотношений с человеком на том конце провода. Неважно, что мы не сидим с ним лицом к лицу. Умение задавать эффективно вопросы, умение слушать – немаловажно. И немножечко будет такая практическая часть, небольшие скрипты, небольшой, так сказать, набор вопросов, с которых можно начинать, которыми можно поддержать разговор. Эти вопросы, они на самом деле вроде бы простые, но когда волнуешься, иногда их теряешь. И вот мы сегодня их проговорим. Итак, мы говорили, что мы не можем продублировать конкретного человека, вот взять и стать второй копией, допустим, какого-то успешного нашего лидера, который есть у нас в компании, на которого нам хочется равняться, который хорошо выстраивает свой бизнес. Мы видим, как у него здорово получается, мы тоже так хотим. Но мы, тем не менее, никогда не сможем его повторить. Но мы можем продублировать систему, что и зачем он делает, какие фишки он применяет, какие шаги профессионально он выполняет для того, чтобы у него всё получалось. И вот если мы его систему подсмотрим и продублируем, у нас тоже своё получится. Мы выстроим какой-то, может быть, свой путь, у нас будет свой сценарий. Но, тем не менее, самое интересное, самое успешное, самое удачное, на наш взгляд, мы можем скопировать. То есть мы дублируем систему. И в нашем случае она состоит из четырёх шагов. Такие, знаете, как скелет. Есть четыре шага. Первое – мы приглашаем. Приглашаем на встречу, приглашаем на вебинар, приглашаем на какое-то мероприятие. Дальше мы этот вебинар вместе прослушиваем. Затем человек делится мнением о том, что он услышал. И дальше мы уже в зависимости от его мнения, от его настроения, от его решения, дальше вовлекаем его уже в систему. И так немножечко поподробнее о каждом шаге. То есть приглашение, естественно, должно быть спланированным, но оно должно быть очень правдивым и честным. То есть мы всё делаем на эмоциях. Люди очень много делают всего на эмоциях. Поэтому если мы прожили, если нам нравится этот проект, то мы не лукави, а показываем настоящую эмоцию и приглашаем человека на то, что нам очень нравится. То есть мы всё это делаем честно и от души. Хорошо бы, конечно, чтобы вы приглашали человека на вебинар, который вы либо знаете точно, о чём там пойдёт речь, либо знаете хорошо спикера, знаете, что вы этому спикеру абсолютно доверяете. И тогда вы будете уверены в том, что человек получит приглашённый, ваш получит хорошую, правильную информацию. Также, если, допустим, вы не знаете, о чём пойдёт речь на сегодняшнем вебинаре, то очень хорошо, когда вы тоже будете присутствовать на нём. Либо это живая встреча, либо это какое-то онлайн-мероприятие, но вы тоже прослушивайте, чтобы вы абсолютно точно знали, что услышал ваш приглашённый, какую информацию он получил, для того чтобы вы могли потом добавить что-то, чего не было сказано, да, и ответить на его вопросы. Дальше. Это приглашение должно быть безотлагательным. То есть вы приглашаете не через неделю, не через месяц, а вы приглашаете на завтра, либо на послезавтра. То есть вот сегодня состоялся разговор, сегодня происходит приглашение, вы приглашаете конкретно на самый ближайший вебинар, на самые ближайшие мероприятия. Даже если этот вебинар будет, допустим, в среду, то лучше позвонить во вторник. Не в понедельник сказать, вот в среду будет. До среды у человека могут поменяться планы, измениться настроение, ещё что-то. То есть не давайте ему между приглашением и событием большой отрезок времени. Лучше всего позвонить тогда во вторник и сказать, вот в среду у нас будет, допустим, вебинар, который ведёт Суходоев. Очень интересные темы всегда поднимают, актуальные и самые-самые-самые свежие, можно так сказать, да. Вот. Далее в обязательном порядке. Перед тем, как уже состоится мероприятие, вы договоритесь с человеком, я тебе за 15 минут позвоню. Для чего это нужно? Во-первых, он будет знать, что вы позвоните, что вы помните, и это в нём включает некую ответственность, что да, действительно, я пообещал прослушать, значит, нужно подключиться. С другой стороны, за эти 15 минут вы ему звоните. Во-первых, вы ему, может быть, напоминаете, потому что он действительно мог забыть. Вы ему помогаете подключиться, если это онлайн. Либо вы встречаетесь где-то на какой-то презентации, вы ему тогда помогаете, узнаёте, вернее, может ли он вас найти, всё ли хорошо, он понял, не нужна ли ему помощь, может быть, его нужно сориентировать, как найти вас, как найти конкретно зал, где будет происходить мероприятие. То есть вы его как бы уже начинаете сопровождать, и это очень хорошо. Он чувствует, что он вам нужен, он чувствует, что у вас к нему есть интерес, что вы к нему внимательны, что вы серьёзно отнеслись к вашей встрече. То есть вы договариваетесь заранее о том, что вы за 15 минут до мероприятия звоните и обязательно звоните. Ну и, естественно, мы, конечно, фокусируемся на преимуществах, которые для клиента. То есть приглашая на эту встречу, мы действительно выбираем и удобное для него время, и любые поправки могут быть с его стороны. Мы, конечно же, всё это учитываем, идём ему навстречу. Но всё это делается, конечно, на хорошей положительной эмоции. Вообще весь бизнес строится, особенно наш, на хороших эмоциях, потому что 90% эффективного приглашения – это энергия энтузиазма. То есть насколько вы позитивны, насколько вы честны. И от этого будет зависеть, удачное ваше приглашение или нет. Его примут, исполнят ли своё обещание или нет. Его могут принять и не прийти, потому что что-то скажут. Нет, он был неискренний, мне показалось, что он хочет из меня выкачать денег. Что-то ему от меня надо. Поэтому просто быть естественными. Безотлагательный, я уже сказала. И вот второй шаг – это то, что как раз я и проговорила про безотлагательный. То есть это будет лучшая презентация, если вы приглашаете, конечно, на второй день, либо, может быть, даже в этот день, после того, как вы встретились и пригласили. Ну, естественно, мы понимаем, что если мы новички, то мы не проводим презентации сами, если мы ещё не умеем этого делать. Даже если мы не на вебинар, не на мероприятие приглашаем, а просто хотим на личную встречу, то, конечно же, на личную встречу мы приглашаем своего спонсора, своего пригласителя, своего наставника. Мы понимаем прекрасно, что мы все наставники, мы все знаем, как мы приглашали первых людей, насколько было тяжело делать первую презентацию. Хотя я, когда заходила в 2015 году, это была такая сумасшедшая идея, я понимала, что это действительно пока что только идея, она существует на бумаге и в макетах. И мы просто на эмоциях все были. Вся моя команда, которая ко мне пришла, она была на тех же эмоциях, на которых и я. Я сказала, я хочу поддержать Юницкого. Это гениальный человек. И вот как-то на эти эмоции все переходили. Даже когда говорили, ну что там будет? Слушайте, я сейчас даже только мне объясню. Там будет транспорт второго уровня, там будет экология, там будет супер, там будет классно, там будет интересно. И вообще это просто такой классный проект, который нужен человечеству. И я хочу его поддержать, независимо вообще от исхода и сколько времени понадобится. Я просто хочу в этом участвовать. Да, и я говорила это честно, потому что на самом деле это были мои самые настоящие, самые искренние чувства и мысли. У меня не было в мыслях на первых этапах, что я хочу здесь заработать миллионы. Не было абсолютно. Тем более я была не сетевик, я не понимала, как можно зарабатывать, я не понимала, что здесь можно выстроить бизнес. Это были эмоции. И если у вас сейчас эти эмоции ещё свежи, или вы новичок, но с такими же эмоциями, а они сейчас уже подкреплены огромными фактами и нашими достижениями, то поверьте, вот искренне передаёте свою эмоцию, искренне отдаёте свою радость, и человек откликнется, и он пойдёт за вами, потому что ему даже самому будет интересно, боже, ну что ж там такого замечательного, чудесного, что этот человечек летает и приглашает меня. Он без транспорта уже над землёй летает. Точно так же после того, как происходит просмотр и, скажем так, получение информации на вебинаре или на встрече, мы обязательно предупреждаем своего клиента, что после того, как закончится, я тебе обязательно позвоню. Это если онлайн. Чтобы он знал, что вы позвоните ему минут через пять после окончания. Если мы вместе где-то были на презентации в зале, то мы говорим, давай минут 15-20, ещё после презентации мы с тобой задержимся, выпьем чашечку кофе, и я с тобой поговорю. Поэтому будешь планировать своё время, запланируй ещё несколько минут после окончания. Потому что если они будут понимать, что вы им позвоните и спросите, что вы там видели, как, какое твое мнение, то он понимает, это будет его обязывать всё-таки прослушать этот вебинар. Это что касается онлайн. Я так сразу говорю и о онлайн, и о оффлайн встречах. И дальше, когда мы понимаем, что человек открытился, мы понимаем, что ему понравилось, когда он нам сказал, ну да, интересная идея, я хотел бы, наверное, попробовать, когда здесь у нас уже начинается вовлечение в систему, в систему поддержки, когда мы полностью с ним проходим все-все-все шаги, которые мы должны пройти. То есть это регистрация, верификация, знакомим с кабинетом, с разделами, с маркетингом, то есть с задачами спонсора, которые вот мы сейчас с ним будем решать, и мы ему говорим, что вот ты начнёшь строить свой бизнес, тебе точно так же нужно будет вот эти все задачи уметь решать, набираться какого-то опыта и дальше делиться. Итак, какие на любое наиболее важные правила телефонного этикета, когда мы звоним? Давайте так, сейчас мы будем говорить вообще о звонках. Я не буду говорить о первом звонке неизвестному человеку, я не буду говорить о первом звонке для того, чтобы мы просто пригласили. Мы будем говорить в общем, какой есть телефонный этикет для того, чтобы на том конце провода хотели вообще с нами общаться, нас слушать, а не просто положить трубку. Поэтому, в принципе, я буду говорить о многом. Первое – это нужен сценарий. Мы должны понимать цель нашего звонка, и мы должны понимать, о чём мы хотим поговорить с клиентом. Поэтому мы составляем определённый такой план разговора. Он может быть не каким-то идеальным. Мы не можем чётко, ну, не обязательно прям чётко по пунктам сидеть, как робот, задавать вопросы. Но он должен быть составлен для того, чтобы нам, во-первых, всегда напоминать, о чём мы хотели поговорить, чтобы мы не забыли там чего-то. Во-вторых, он нужен для того, чтобы нас клиент не мог увести от темы разговора. Бывает так, что действительно начинаешь говорить об одном, о другом, клиент начинает нам что-то рассказывать. Да, мы его слушаем, но мы его всё равно потом возвращаем к теме нашего разговора, потому что у нас есть определённая цель, и мы позвонили для того, чтобы её достичь, достигнуть своей цели. Но и в то же время это нам помогает немножечко сосредоточиться. Дальше. Очень важно улыбаться во время разговора, потому что даже если человек не виден, то есть если мы его не видим, то мы всё равно слышим, мы слышим, что он улыбается. Он гораздо более дружелюбный, наш голос становится. Он расслабляет собеседника на другом конце провода. И очень чувствуется, если мы в плохом настроении, но там пытаемся выдавить какую-то из себя улыбку. Эта улыбка должна быть искренней. Если у нас плохое настроение, то мы лучше не позвоним, мы отложим этот звонок. Может быть, нам нужно посидеть, успокоиться, выпить чашечку кофе. То есть просто какое-то время должно пройти, не знаю, постоять, в окно посмотреть. Но настроиться на дружелюбную волну, настроиться. Для того, чтобы мы своим голосом не выдали, что мы чем-то расстроены. Потому что, как правило, если это знакомый человек, он сразу вас уже хорошо знает. Вот тоже о чем-то расстроенном, что у тебя происходит. Вы тут начинаете ему рассказывать о том, как у нас всё чудесное, мы тебя приглашаем, где выдавливаете из себя какую-то положительную эмоцию, и на самом деле там кошки скребутся на душе. Если вообще что-то произошло, лучше вообще не звонить. Лучше вообще отменить все звонки, да. Потому что это очень чувствуется. Ну, также хорошо, ну, не хорошо, а очень важно. Во время звонка, допустим, не курить, это чувствуется. Не жевать жвачку. Да, хорошо, если во время разговора вы займёте удобную для вас позу. Но не лёжа, потому что, когда человек лежит, это тоже чувствуется, это тоже всё относится к этикету. То есть если, допустим, вы пошли бы на встречу, то как бы вы, допустим, оделись, как бы вы сидели, как бы вы себя чувствовали во время разговора при личной встрече, на переговорах, да, то точно так же нужно подготовиться и к телефонному звонку, к телефонному разговору. То есть мы можем одеть подходящую одежду, там, ну, не обязательно, чтобы там это был галстук, пиджак, да, но пусть, если это мужчина, пусть он будет в рубашке, пусть он будет в брюках, а не в тренировочных штанах, там где-то полусидя на диване, полулёжа, да. То есть очень хорошо, если вы будете собраны, то есть перед телефонной трубкой вы будете так же, как будто бы перед вами сидел человек. Это будет тоже очень чувствоваться, особенно если у вас не просто какая-то дружеская беседа, а у вас деловой разговор. Мы сегодня говорим о бизнесе, о приглашении в бизнес, вот поэтому, конечно же, мы настраиваемся на то, что разговор у нас будет деловой. Также очень чётко, очень важно говорить чётко и медленно, чтобы понимали каждое слово, которое мы говорим, чтобы нас не переспрашивали, потому что человек может переспрашивать только в том случае, когда ему очень-очень интересно то, что вы говорите. Когда мы только начинаем разговор, когда мы только знакомимся с человеком, когда мы только приглашаем его на какую-то презентацию, поверьте, у него нет такого сумасшедшего интереса, чтобы, допустим, переспрашивать вас, если человек там разговаривает и жуёт, и зажёвывает слова, и ничего не понятно, этот разговор может быть просто вежливо остановлен. Поэтому, конечно, нужно говорить чётко, поработать над своей речью, может быть, даже порепетировать некоторые фразы, которые вы хотите употребить, хотите что-то рассказать. Их даже можно порепетировать, их можно проговорить. Может быть, вы хотите употребить такое слово, которое сложно выговаривается, и тогда можно его потренироваться, поговорить его. Поговорить ещё можно, знаете, как? Перед тем, как я… Это я про улыбку хочу сказать. Проговорить какую-то непроговариваемую скороговорку, которую, допустим, вы говорите, и вам самим смешно, как у вас это получается. И вот вы её вслух проговорите, 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 посмейте сами себя и тут же начинайте звонить. И у вас будет ещё остаточная улыбка будет, и голос будет совсем другой, он будет улыбающийся и дружелюбный. То есть посмешить себя самому каким-то образом можно. Но если мы репетируем, конечно, мы не доходим до какого-то автоматизма, до какого-то робота, чтобы тоже это не услышали. Ну, самое главное – это естественность. Всё равно естественность – это самое главное. Вот. Также нужно быть, конечно, готовым к тому, что нам скажут «нет» или скажут «нет, спасибо», или наоборот ещё могут там вякнуть что-то. Человек тоже, может быть, не в настроении, может быть, ему перед этим из трёх страховых фирм звонили и предлагали застраховаться, и тут вдруг мы ему звоним. «Здравствуйте, мне там Владимир дал ваш номер телефона». «Служите, идите вы вместе со своим Владимиром». Да, то есть тоже к этому нужно быть готовы, не расстраиваться, потому что это не наша вина, это не… к нам вообще никак не относится. Мы этому человеку ничего плохого не сделали. Ну, всё, пропускаем и всё. Вот. Это, знаете, как Джокер, когда нам надо его достать, мы можем очень много карт перебрать. Так и здесь нам ещё много человек могут сказать «нет». Мы вон, когда… Мы уже проходили это, да, на списке контактов, да, когда мы проговаривали, какие у нас в списке могут быть люди, мы говорили, что у нас 30% из этих людей скажут «нет», и всё, и они вообще уйдут из нашего списка, их не будет. Поэтому мы должны быть готовы, мы не должны этих «нет» бояться. Есть статистика, их 30%. Неважно, мы тысячу людей обзвоним или мы 100 человек обзвоним, да, у нас всё равно процент останется тот же. Поэтому, когда нам говорят «нет», мы сразу говорим «а-га, это из 30%». Всё нормально, поехали дальше. Будем искать свои 70%. Вот. Ну и всегда заканчиваем звонок вежливо. Неважно, нам нагрубили или нам просто отказали, потому что мы не знаем, по какой причине человек отказал, мы не знаем, что у него произошло. И вполне возможно, что он сегодня сказал «нет», но мы ему пожелали всего хорошего, мы можем даже спросить, может быть, можно вам перезвонить в другой раз, потому что он может нам объяснить, почему он сейчас не хочет с нами разговаривать или не принимает наше предложение, а может не объяснить. И мы тогда, если он нам объясняет, мы говорим «может быть, тогда более удобно для вас время, я перезвоню», и договариваемся уже о последующем звонке. Иногда можно просто сказать «спасибо, что уделили мне время, всего вам самого хорошего желаю, хорошего вечера», потому что есть такие ситуации, когда проходит время, и либо жизнь нас опять сталкивает с этим человеком, и мы к ним обращаемся второй раз, а может даже и третий раз уже с этим предложением, но ты подумал, но ты посмотри, что у нас происходит, ты посмотри, как мы продвинулись. А бывает так, как у меня недавно было, когда человек больше двух лет наблюдал, 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 а потом говорит «слушай, вы всё ещё там? У вас что, всё ещё что-то происходит?» Я говорю «ну ты понимаешь, что мы строим, мы строим грандиозный вообще проект, технологию, и у нас, конечно, всё ещё происходит». И он тогда говорит «слушай, ну ты извини, что вот тогда я тебе не верила, но сейчас, если тебе не сложно, начни сначала, пожалуйста, расскажи мне всё, сделай мне своё предложение, которое ты мне делала два с половиной года назад». Поэтому если бы я тогда его послала подальше и разозлилась бы на него, что он не хочет меня слушать, что он мне не верит, да какой же он всё-таки глупый человек, то, может быть, этого разговора у нас бы не состоялось. А сейчас человек уже взял на выплату второй большой пакет. Он уже первую рассрочку выплатил, сейчас взял вторую. То есть он ещё брал 10-месячные, 12-месячные рассрочки. Поэтому вежливо заканчиваем, как говорится, не сжигаем мосты, никогда не сжигаем мосты. Земля круглая, и рано или поздно мы встречаемся с одними и теми же людьми. Мы обязательно всегда предпринимаем все последующие шаги, о которых мы договорились. Вот во время звонка мы договорились что-то отправить, ролики, имейлы, не знаю, да что угодно. Всё, о чём мы договорились, мы положили трубку и выполнили. Либо мы сказали сразу после звонка, либо мы сказали там после встречи «Через час доберусь до дома, я сделаю». Но обязательно выполняйте все свои обещания. Это показывает, насколько вы компетентны, насколько вы серьёзный человек, чтобы с вами хотелось иметь какое-то дело. Вот. Дальше. О навыках коммуникации. Что такое? Что это вообще такое, навык коммуникации, да? Это первое умение правильно и чётко произносить слова. Мы уже об этом сказали, да? То есть мы репетируем, мы готовимся. И правильность, правильность слов. Если мы хотим употребить какие-то слова, то убеждаемся, что мы их произносим правильно. Можно даже себе взять на диктофон, записать какую-то свою речь небольшую и послушать, как это звучит со стороны, насколько чётко, насколько правильно. Ну и плюс, конечно же, если мы говорим о русском языке, то здесь есть такие слова, я бы их назвала слова-паразиты, потому что люди неправильно ставят уторение. Кто мне звонит, да? А надо говорить «звонит». А здесь особенно, когда мы сейчас говорим о телефонном этикете, особенно когда мы говорим «я вам звоню» или «вам звонит тот-то и тот-то», то есть когда мы прямо это слово употребляем в своих разговорах, нужно в обязательном порядке произносить правильно. И не только. Просто оно мне сейчас первое в голову пришло. Дальше компетентность. Если мы говорим о каких-то вещах, если мы употребляем в своей речи какие-то, может быть, технические термины, которые связаны с технологией, вот мы хотим это употребить, допустим, колёсная пара, или что там у нас ещё, преднатяжённая опора, да, струнный рельс – это красивые слова, это наши термины, это как бы отличительные наши термины, наши технологии, то, пожалуйста, посмотрите, что это такое, как бы вы могли объяснить другими словами без картинки, вы себе представляете, мы и говорим по телефону, мы друг друга не видим, как бы вы могли объяснить, что это такое. Вот вы начинаете говорить, да, преднатяжённый опор, это промежуточный опор, а вас такое перебивает, говорит, подождите, а что это такое преднатяжённая опора? И всё. А вы начинаете говорить, что это такое, это опора, которая там струна, струны уходят в землю, да, что там они закреплены, что потом они натягиваются внутри рельса, вот, то есть мы должны быть компетентными. Если мы не знаем, что это такое, не бросаемся никакими красивыми словечками, особенно если мы не сможем их просто словами объяснить по телефону. Естественно, употребляем положительные формулировки в речи, то есть мы понимаем, что нам нужно всегда оставаться в позитиве, даже если что-то происходит негативное. Я вот сейчас опять вспомнила наш случай, когда в экотехнопарке в Мариной Горке произошла небольшая авария. Нашёл 14-местный юнибус по рельсам, а внизу, по-моему, то ли трактор, то ли экскаватор проходил под ним, да, и у них получилось, что экскаватор и юнибус столкнулись. Вот. И когда пошла эта новость, в интернете появились фотографии, и некоторые сразу начали, вот, посмотрите, у вас на полигоне произошла авария. И я такая, боже мой, авария действительно, как неприятно, и столько фотографий сразу появилось. А потом, с другой стороны, я говорю, ребята, так это же здорово, вы посмотрите, да, произошла авария, но посмотрите, насколько крепко держится на рельсах наш юнибус. Колёсная система устроена так, что даже при таком ударе у экскаватора отвалилась кабина, а наш юнибус весь удержался на рельсах. У него только слегка было повреждено дно, но кабина у трактора этого, да, отвалилась, а он не сошёл с рельсов. Я говорю, так это же наоборот, это здорово, это показано, насколько наш транспорт безопасный. Всё, весь негатив я перевела в позитив, и все об этом именно задумались. Действительно. А потом мы ещё себе такие говорим, а может, это специально сделали для того, чтобы вот увидели, насколько он безопасный, наш транспорт. То есть всё, мы перевели в позитив, и больше никто никогда мне не говорил, как у вас там ужасно, у вас там авария произошла. Никто никогда такое мне больше не сказал. Но я сначала вот напряглась и тут же перевела это всё в позитив. Также очень, так сказать, один из лучших навыков, если мы умеем правильно задавать вопросы в беседе, то есть для того, чтобы выстроилось взаимопонимание, выстроилась хорошая беседа, мы всё-таки, у нас должен быть диалог, а не монолог. Мы не можем всё время сами говорить, 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 и не задавая вопросов, не понимая вообще, понимают нас, не понимают, интересно вообще всё, что мы говорим или нет. Лучшие советы для построения взаимопонимания. Недостаток или отсутствие взаимопонимания может принципиально повлиять на результат любого разговора. То есть, ну это понятно. Если мы не выстроили взаимопонимание в самом начале разговора, он у нас может не склеиться, и результат, конечно же, будет негативный, и, как сказать, мы не достигнем своей цели. Поэтому очень важно создавать вот это комфортное состояние в разговоре между людьми. Тогда разговор будет свободный, будет комфортный. Начните разговор с улыбкой. Вот это то, о чём я говорила. Проговорились к разговорку, посмеялись сами с себя, и уже, уже улыбаясь, поднимаем трубку. Или нам звонят, или мы звоним. У меня тоже такое было, я не умела переключаться. Если у меня что-то плохое происходило, я могла вот на этой эмоции, вдруг мне звонит телефон, я на этой же эмоции, с остатком вот этой вот эмоции от негативного, я могла поднять трубку и сказать первое слово «алё». И у меня были такие клиенты, которые ничего мне об этом не говорили, а я с людьми работаю. А были такие клиенты, вот у меня одна, которая прям вот сразу мне сказала, у вас что, плохое настроение? Я говорю, ой, простите, да, у меня тут немножечко там что. И потом при встрече она мне сказала, вы иногда поднимаете трубку и говорите таким голосом «алё», что мне кажется, что вы не рады, что я вам звоню, и мне хочется положить сразу трубку. И я поняла, да, действительно, я не умею переключаться. Я не умею переключаться. Я поняла, мне надо с собой работать. И первое, что я сделала, это было, конечно, уже несколько лет назад, первое, что я сделала, я взяла свой телефон и прямо вот сюда, вот на экран, в уголочек наклеила такой улыбающийся смайлик. То есть, когда мне звонили, я брала телефон, поворачивала к себе, я видела этот смайлик, который напоминал мне о том, что я должна улыбнуться и после этого снимать трубку. Это очень работает, очень. Во-первых, этот смайлик всегда действительно выполнял свою работу. Я всегда улыбалась, когда поднимала, потому что я всегда вспоминала, что надо улыбнуться. Потом, когда он уже затёрся, а я уже привыкла к тому, что он есть, и когда он затёрся, я его сняла, я поднимала трубку и я замечала, я вспоминала, что у меня в уголочке стало пусто, у меня здесь нет моего смайлика. И я опять улыбалась, потому что я опять вспоминала о нём. То есть, вот такая напоминалка, но она тоже работает. Но это очень важно. Точно так же можно очень спокойно сначала начинать с простых вопросов для того, чтобы показать, что мой доброжелательный человек, а не такие пришли сразу, давай мне сюда свою шкуру, я пришёл за тобой. То есть, мы ещё и, наверное, можно так сказать, прощупываем клиента. Первые несколько вопросов, они такие, чтобы понять, вообще расположен ли человек, вообще говорить, можешь ли ты сейчас говорить, есть ли у тебя время, можешь ли уделить, а не сразу в лоб начинать. То есть, это тоже очень важно выяснить, может ли вообще он сейчас с вами поговорить, сколько минут вы у него займёте. Вы можете спросить, есть ли у вас 15 минут разговора. Также очень важно использовать те же самые слова, которые использует собеседник. Вот если он говорит, у меня большая занятость, там тря-ля-ля-ля-ля, там вообще такое, вы ему тоже говорите, да, я понимаю, что у вас большая занятость, то есть вы повторяете его фразу, ну вот можно там то-то, 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 да, то есть вы стараетесь повторить хотя бы что-то из того, что он говорит. Это тоже как-то выстраивает взаимоотношения вот так на одну волну. Нам вообще, в принципе, очень важно с человеком настроиться на какую-то одну волну. Нам всегда нужно найти что-то, что нас объединяет, да, что-то общее, то есть люди любят себе подобных. То есть нам нужно демонстрировать какую-то общность. На самом деле это очень легко и не обязательно лукавить, и не обязательно что-то придумывать. Похожесть какую-то, да. Допустим, если человек говорит, что вот я сейчас с вами встречаюсь, ну, к примеру, не смог с вами встретиться вот в воскресенье, как мы с вами договаривались, да, вот мне пришлось вам позвонить, перенести нашу встречу, потому что я ездила на выставку собак. Ой, какая у вас собака? Такая, вы знаете, и вот если у меня нет собаки, я могу тут же рассказать про свою знакомую, у которой есть эта же собака, допустим. У меня есть такая знакомая. Я говорю, ой, моя знакомая тоже занимается, ездит по выставкам, она такая счастливая, так много мне рассказывает, столько хороших эмоций оттуда привозит, да. Или же человек что-то говорит, там, спортом, там, с тренировки. Ой, я только с тренировки. Простите, еще не отдышался. Вы говорите, да, я тоже вот хожу, там, раз в неделю или еще что-то. То есть вы рассказываете о себе тоже. Он говорит, что он ходит на фитнес, вы расскажите, что вы любите ходить в бассейн. Мы все равно всегда можем найти что-то, что будет абсолютно правдой, будет абсолютно честным. То есть не нужно прибегать, да, я тоже только что с выставки вернулся собачьей, да. Или там, ой, а я утром был на тренировке, а на самом деле я не был там на этой тренировке. Вплоть до того, что если человек говорит, я был на тренировке, а вы говорите, а вот я забросила свои тренировки, юбки, моталки, как я вам завидую, какой вы молодец, что вот вы ходите, а вот у меня то одно, то другое, то третье, да, и это все равно будет общность, потому что он уже это делает, а вам очень хочется это делать, да, но вот эта вот общность, одинаковость, она будет все, у вас уже есть взаимопонимание какое-то. Про скорость речи. Я, наверное, сейчас буду говорить, что нужно говорить медленно и четко, а сама говорю очень быстро, потому что хочу все-таки проговорить больше информации, которая у меня есть. То есть очень важно подстраивать свою речь под скорость речи нашего собеседника. Если он говорит медленно, нам тоже нужно немножечко замедлить свой темп. Почему? Потому что у человека есть такое свойство, как он выдает информацию, как быстро, как четко. Он точно так же ее и принимает. Поэтому если он говорит медленно, мы тоже проговорим с ним медленно, размеренно, убеждаясь, что он прослушал, услышал нас, что он все понял. Потому что если он говорит медленно, значит, он и воспринимает так же медленно, с той же скоростью. И если вы начнете тараторить, то половину из того, что вы ему сказали, он просто либо не услышит, либо не зайдет ему туда, эта информация. И у него информация получится рубли нарезанной, целостной картины не будет. И может получиться, что вот из-за такой мелочи он не принял ваше предложение, потому что он либо недопонял, либо недослышал, либо не въехал. И вообще она так быстро говорила, я ничего не понял, я уже сидел и думал, скорее бы мне уж пойти домой, выпить свою чашечку кофе, личный диван. Понимаете? Все, человек уже в других мыслях, он уже нас не слышит. Ну и в то же время, если вы видите, что перед вами сидит деловой человек, мы потом будем говорить о психотипах людей, мы видим, что перед нами явный лидер, явный такой командир, который четко понимает, чего он хочет, то мы пришли на деловую встречу, мы ему точно так же четко рассказываем по пунктикам, не размазываем, не добавляем ничего лишнего. То есть мы стараемся подстроиться под речь клиента. Но, естественно, проявляем сопереживание, такую своего рода эмпатию. То есть мы сочувствуем человеку, если он нам рассказывает о чем-то негативном, что у него что-то произошло, что-то у него не получается. У него… Ну вот если он говорит о чем-то, что доставляет ему дискомфорт, мы, конечно же, проявляем и сопереживание, и участие. То есть можно использовать такие фразы. «Я понимаю, что вы имеете в виду». Всё, он понимает, что мы на его волне. Если он говорит о чем-то очень хорошем, и мы говорим, «Да, это должно быть, так обрадовало вас, как это здорово!» Да, но поддержите его в его эмоции. Это несложно, но это очень полезно, это очень правильно, это очень человечно, так скажем. Или вот я понимаю, почему мы могли так подумать, особенно если вот нам говорят, «Ой, нам рассказывали, что вы пирамида». Мы говорим, «Ну да, я понимаю, почему вы могли так подумать, потому что тут и тут и тут». То есть мы не нападаем, то есть мы проявляем участие. Также очень важно не перебивать, особенно если мы ему задали вопрос. Вот задали мы его вопрос, он начинает нам отвечать, а мы понимаем уже, знаем наперёд, что он там скажет. Мы уже приблизительно понимаем, даже догадались уже, да, но всё равно не перебивайте. Дайте ему закончить свою мысль, потому что если будем прерывать его речь, мы можем нарушить ход его мысли, мы же не знаем, как он выстраивает свою мысль для того, чтобы нам сказать вот это, да, каким путём он пройдёт. Мы, может быть, вот так бы прямым путём об этом сказали, а он, может быть, вот зигзаг-зигзагообразным путём нам это скажет, но мысль свою он не потеряет. А если мы его начнём перебивать, он может потерять свою мысль. Конечно, он расстроится, потому что он хотел нам что-то донести, всё, мы его не услышали, мы его перебили, и всё, ему уже не хочется с нами разговаривать. Лучше держать под рукой всегда какую-то бумажечку с ручкой и записывать. Во-первых, это полезно, потому что мы можем какие-то в процессе диалога записать какие-то такие мелочи, которые потом нам пригодятся в разговоре или при последующих встречах, да, когда мы говорили, как мы ведём дневник, встреч, да, когда мы делаем список контактов и потом делаем такую рабочую тетрадь, тире-досье на каждого клиента, где мы записываем его, всё о нём, для того, чтобы хорошо выстраивать с ним разговор, там, его хобби, когда мы с ним встречались, о чём мы говорили, о чём мы договорились, да, и здесь та же история. Как только вы какие-то его личные данные он вам рассказывает, то вы будете делать заметки. Во-первых, вы делаете заметки, чтобы не забыть, что вы ещё хотели ему сказать, да, не хотели перебивать, но мы сами можем потерять мысль. Во-вторых, это нам пригодится в последующих наших разговорах. Вот. Это тоже очень полезно делать заметки. Вот. Ну и, конечно же, внимательно слушать, потому что, когда мы его слушаем, после этого мы можем задать правильные вопросы, да, вот. Ключ к эффективному способу задавать вопросы – просто слушать собеседника. с другой стороны, когда мы его слушаем, он нам говорит, у нас есть время для того, чтобы сформулировать наш следующий вопрос, да, пусть вот он нам отвечает, даже если мы уже понимаем, что он нам говорит, мы уже знаем, чем это закончится, мы не перебиваем, но уже думаем о том, что мы спросим, какой следующий вопрос. Вот. Также очень важно, когда мы слушаем, когда мы разговариваем с человеком по телефону, по скайпу, неважно, чтобы нас не отвлекали никакие внешние шумы, то есть телефон мы ставим на беззвучку, да, ну, не надо, вот я сейчас веду вебинар, а мой телефон лежит, и там мне кто-то пишет, 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 но он без звука, я только вижу, как дергается экран, да, но чтобы нас не отвлекало это. Хорошо, если вы, допустим, своим коллегам скажете, ребята, у меня разговор, меня пока там полчаса не трогайте, да, если это какой-то офис, кто-то сидит, вот, потому что это тоже неприятно для собеседника, особенно если он вас не видит. То есть, понимаете, по телефону мы должны разговаривать только с ним, у нас существует только человек, который на том конце провода, и тогда все внимание сфокусировано на нем, и он понимает, что вы действительно заинтересованы в разговоре именно с этим человеком. Мы можем столкнуться с тем, что некоторые клиенты захотят закончить разговор очень быстро, да, как я говорю, вот он либо понимает, что он будет, он примет ваше предложение, он вам задает четкие вопросы, да, задал свои вопросы, все для него, тема закрыта, вопросов больше нет, принимаем последующие действия, да, а некоторые хотят поговорить, они могут задавать вопросы, они будут вам что-то сами рассказывать, вот, поэтому мы тоже должны понимать, готовы ли мы к этому, и если мы готовы, тогда мы поддерживаем этот разговор, то есть поддерживать разговор с человеком, который заинтересовался, да, нам иногда на первую встречу задают очень много вопросов, и иногда он задает вопросы, на самом деле ему это совершенно не интересно, ему просто нужно поговорить, мы тоже это чувствуем, вот, так же, как и мы их чувствуем, так же и они нас очень хорошо чувствуют, да, вот, если мы решили, что мы все-таки поддерживаем разговор, если мы говорим дальше, то мы задаем такие наводящие вопросы, для того, чтобы дать ему возможность все-таки высказаться, расскажите, пожалуйста, то-то, 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 а не могли бы вы подробнее рассказать, или там описать что-то, о чем он там начал нам рассказывать, да, может быть, он хочет вам рассказать о том, как он тоже зарабатывает деньги, и вот, когда мы подробно, ну, допустим, как вот он зарабатывает, да, его работа, и давайте узнаем больше о его заработке, для того, чтобы мы, в принципе, потом могли сравнить, и может быть, даже чем больше мы узнаем о способе его заработка, мы тогда сможем преимущество своего маркетинг-плана, допустим, открыть в сравнении с его, поэтому, ну, конечно же, да, мы слушаем, мы задаем вопросы, мы слушаем, вот, ну, вот еще буду благодарен, если вы объясните мне, допустим, то-то и то-то, то есть это будут красивые, корректные вопросы, вот, также есть вопросы, которые помогают именно нам выстроить разговор, рассказав и показав преимущества нашей технологии, преимущества вообще бизнеса нашего, да, вот, не могли бы вы описать, что такое мотивация в вашей работе, да, вот, что человека мотивирует в той работе, которую он сейчас выполняет, и мы тогда можем понимать, чем мы можем его смотивировать здесь, вот, пожалуйста, объясните, как вы попали в такую ситуацию, если вдруг он говорит нам о каком-то негативе, поделитесь со мной, пожалуйста, через какие трудности вы прошли, то есть это вопросы, которые просто красиво звучат, скажем так, красиво, корректно звучат, и можно поддерживать разговор, не могли бы вы описать, как вы себя тогда, как вы тогда себя почувствовали, да, вот, когда вот у него была какая-то, допустим, ситуация, но я предполагаю, что это все разговоры будут о бизнесе, о финансах, о заработках, потому что мы, в принципе, сейчас говорим конкретно о бизнесе, да, вот, а можете ли вы объяснить, каков ваш идеальный доход, то есть что бы вы хотели, сколько бы вы хотели, вот, чтобы чувствовать себя полностью идеально, да, и тогда мы можем рассказать, как у нас можно это заработать, то есть задать вопрос, получается ли у вас это сейчас на вашей основной работе, и мы можем рассказать тогда, как у нас это происходит, но мы уже будем оперировать фактами, которые он нам сказал, нам будет за что схватиться, на что опираться, да, вот, также мы можем, вот, когда мы резюмируем уже наш разговор, мы его заканчиваем, мы все равно должны как-то суммировать все главные факты, для того, чтобы первое, мы поняли, что мы правильно поняли клиента, и чтобы наш клиент понимал, что мы внимательно его слушали, и мы его картину видим целостную, да, вот, и вот мы говорим, значит, мы подводим итоги, и пересказываем, пересказываем своему собеседнику, вот те факты, которые мы только что проговорили, то есть нам нужно убедиться, что мы услышали все ключевые факты и содержание разговора, что все это было правильно, да, вы можете так начать таким образом, правильно ли я понял, что там, допустим, вы сейчас работаете и получаете, ну, условно говоря, я сейчас беру такую негативную историю, что вы сейчас работаете, занимаете такую должность, которая вам не нравится, выполняете работу, которая вам не нравится, но вам за нее пока что платят, и вы даже не можете ее бросить, отодвинуть в сторону и заняться поиском чего-то более интересного, и более высокооплачиваемого, потому что вы не можете потерять вот то, что вы имеете каждый месяц, то есть правильно, да, я правильно вас понял, и вот тут мы говорим, вот посмотрите, вот теперь вы, не отходя от своего рабочего места, да, оставаясь при том же заработке, уделив там несколько часов в день, и начинаем рассказывать о своем, да, вот я привела пример, как мы можем суммировать все факты, как бы итог нашего разговора, я вот понял вас вот так, и так, и так, да, да, ну тогда переходим к следующему, то есть это тоже очень важно, вот, ну и сейчас несколько примеров личного приглашения, я их прочитаю, буду прям зачитывать, потому что у меня времени осталось мало, и мне еще сегодня переключиться на школьное собрание родительское, вот, итак, примеры личного приглашения, здравствуйте, то есть как мы можем представиться, я работаю в международной компании Skyward Community, мы имеем дело с инновационной транспортной системой второго уровня, и сегодня, там во столько-то, во столько-то, мы делаем презентацию нашей компании, я был бы очень признателен за ваше мнение о проекте, это если мы приглашаем на презентацию, и хочу сказать, что смотрите, мы имеем дело с инновационной транспортной системой, второго уровня, я работаю в компании, или там в команде, то есть не говорим, я представитель компании, мы не говорим, транспорт, мы финансируем, нет, финансируем, конечно, можно, можно сказать, финансируем, то есть мы не должны себя сопоставлять с представителями компании, потому что мы не представители компании, Мы как раз таки люди, которые финансово поддерживают развитие технологий. Вот правильную формулировку. И мы приглашаем таких же единомышленников, таких же желающих людей, которые хотели бы поддержать финансово, и, можно сказать, наверное, можно сказать, инвестировать в технологию, потому что инвестиции мы делаем всевозможные, мы инвестиции в детей делаем, обучая их в школе, помогая им заниматься спортом. Это тоже инвестиция называется. Пусть она не денежная. Дальше. Вы смогли бы найти полчаса, чтобы послушать вебинар? Он закончится во столько-то, во столько-то. Я вам потом позвоню. Если это был человек, с которым мы когда-то потерялись, я очень рада, что мы наконец встретились после того, как потеряли друг друга из вида. Будем на связи. У меня очень особенная, по сути, уникальная информация. Она действительно важная и ценная. Чтобы познакомиться с ней, нам просто нужно сесть и поговорить. Какой день вам больше подходит, там понедельник или вторник? Кстати, если мы предлагаем человеку выбрать, какое время встретиться, всегда предлагайте два времени. Если вы предлагаете два времени, он выберет обязательно одну из них. Если вы выбираете три времени, предлагаете три времени, он начинает рассыпаться у него, внимание рассеивается, и он может сказать, что вообще ни одной из трёх ему не подходит. Но если человек хочет с вами встретиться, и вы ему предложили одно и второе, ему ни то, ни то не подходит, он сам предложит вам третье время, день и время. Поэтому лучше всего предлагать два. Речь идёт о финансовых преимуществах. В ходе личной беседы я хотела бы показать вам некоторые материалы и предложить варианты для вас, которые основываются на них. Это вас устроит? То есть мы рассказываем о финансовых преимуществах. То есть опять-таки, как мы формулируем свою речь? Нам лучше встретиться лично, чтобы я мог показать, каков может быть ваш выбор и какие у вас есть шансы, что вы думаете по этому поводу. Мы не можем обсуждать и описывать все преимущества по телефону, так как мне надо показать вам кратко изложенный материал. Тогда мы его приглашаем уже на личную встречу. Всегда стоит поговорить с глазу на глаз, так как вы получите ценный материал, который принесёт вам прибыль. Мне бы хотелось представить наш проект именно вам. А после нашего разговора вы сможете решить, будут ли вам интересны последующие шаги. Телефонный звонок другу. Привет, Вадим. Можешь говорить, как у тебя вообще дела? То есть мы с другом начинаем так свой разговор. Я уже довольно долго работаю в одной международной компании. Сегодня, допустим, в 8 вечера наш директор или наш менеджер или наш топовый лидер проводит вебинар. Ты смог бы найти полчаса, чтобы послушать этот вебинар? Мне бы очень хотелось узнать твое мнение. Мне оно очень важно. А о чём там пойдёт речь? О транспортной системе второго уровня. После вебинара ты вообще за таком будешь. Ну так как? Очень надеюсь, что ты для меня найдёшь эти полчасика. Я тебе потом позвоню после вебинара, потому что мне очень хочется узнать твоё мнение. Вот так мы можем поговорить просто с другом. Может быть, мы приглашаем человека конкретно на бизнес-встречу, и мы будем делать ему предложения о сотрудничестве. Поэтому мы тоже говорим об этом прямо. Не юлим, не придумываем ничего. Мы говорим прямо. Доброе утро, мистер Новок. Я не хотела бы вас беспокоить, но если у вас есть три минуты, я объясню причину, почему я вам звоню. Наша специализация – новейшая транспортная система. Мы имеем дело с особым проектом, который является очень новаторским. И было бы очень здорово узнать ваше мнение. Проект очень мощно запустился, и я не хотела бы потом сожалеть, что не рассказал вам о его преимуществах. Пока ещё не уверен, подойдёт ли наш проект и вам, поэтому звоню, чтобы выяснить это. Мы можем назначить личную встречу и так далее. То есть это мы говорим о том, что мы звоним человеку деловому, человеку бизнеса, которого мы знаем. Если мы звоним такому человеку, которого мы не знаем, мы тогда обязательно говорим, кто мы, что мы и почему. Здравствуйте, я звоню по рекомендации вашего коллеги, там такого-то, такого-то, который сказал мне, что вы человек достаточно опытный и подойдёте для бизнеса, который мы сейчас начинаем. Я хотела бы знать ваше мнение о нашем бизнесе. Могу ли я попросить вас о встрече? Можно сказать, что мне вас рекомендовали как эксперта, что вы занимаетесь много лет бизнесом, и вы сразу чувствуете, где можно заработать, а где нет. Поэтому ваше мнение мне нужно как мнение эксперта. То есть вы поднимаете его планку, поднимаете выше, да, то есть вы показываете, что он достаточно высок в ваших глазах, что вы цените мнение, что вам сказали о том, что он хороший специалист, и всё, и человек уже, в принципе, может откликнуться для того, чтобы помочь. Вот. Ну и какие вопросы мы можем встретиться? Каким видом транспорта вы пользуетесь больше всего? То есть это вопросы, которые мы можем, ну, вставлять в разговор или начинать разговор, когда вот мы не знаем, как заговорить, да. Вы слышали когда-либо о транспортной системе на втором уровне, а вы знали, что можете поучаствовать в национном проекте. Кажется, самым лучшим вариантом окончания нашего телефонного разговора было бы обоюдное желание встретиться лично. Я бы вам рассказала о транспорте второго уровня. Что вы думаете по этому поводу? Вот. То есть мы учимся общаться, учимся общаться, учимся задавать вопросы, учимся слушать ответы, извлекать пользу из этих ответов, учимся навыкам каким-то коммуникации, учимся телефонному этикету. Всё это нам в нашем бизнесе, в бизнесе просто необходимо. И когда мы овладеваем этими навыками, то вот такого рода беседы у нас уже происходят без всякого страха. Мы звонки делаем без всякого, без страха делаем эти звонки. Мы звоним, мы помогаем, мы можем даже своих людей, своей структуры взять за руку и рассказать, показать. Вот так вот давай сейчас я вместо тебя, давай твоему знакомому позвоню, давай приглашу на встречу, покажу тебе, как это делается. Но этому всему мы всё равно учимся. Я думаю, что мы учимся в процессе всей жизни. Если я вчера боялась звонить, сегодня я не боюсь, то я не могу себя назвать прям суперспециалистом в этом деле. Я могу понимать, как нужно это делать, я могу просто практиковаться, практиковаться и совершенствоваться в этом. Вот, общение, человеческое общение – это ключ к личному и профессиональному успеху. Пауль Майер. Всё, на этом у меня сегодня всё. Кто сейчас вот в прямом эфире, пожалуйста, можете подключаться к вебинару Владимира Маслова. Мы задавали ему свои вопросы в формах, были в чатах вопросы. Поэтому всем желаю хорошего вечера и встретимся на вебинаре Маслова сегодня. Послушаем, как он ответит на наши вопросы, что он нам интересного расскажет. А с вами встретимся на вебинаре в четверг, и, наверное, это будет через неделю. Вернее, через две недели. Да, первого сентября у нас не будет. Второго сентября не будет уже. Через две недели встретимся на следующем вебинаре и будем говорить о следующей пятой теме. Всё, всего хорошего. И до новых встреч. Продолжение следует...